Каждый день жители домов 25 и 27 по улице Белла Куна вынуждены ходить к остановке общественного транспорта мимо огромной кучи мусора. Мешки и коробки из картона, набитые бытовыми строительными отходами, сложены в кустах возле пешеходного тротуара. Люди жалуются. Мусор здесь лежит уже несколько месяцев. И кажется, совсем никому до этого нет дела. Горожане не теряют надежды на то, что коммунальные службы смогут ликвидировать свалку на участке и вернут улице первоначальный вид. Мы вот видим здесь мусор. Нам он очень не нравится, как жителям города Симферополя и жителям этого района. Желательно, конечно, чтобы его убрали, потому что мусора очень много. Там дальше тоже валяется по лесу, по посадкам. Сады портят общий вид. Я живу в этом районе, но в других домах, у Калажека. Вот у нас у Калажека убирают очень хорошо. Но опять-таки перед домом. А вот за домом и вот такие вот места, вот кусты насыпаны, это, конечно, и люди-свиньи, понятно, что должны сами тоже что-то убирать. Вот еще один случай. В ста метрах от предыдущего навала с отходами очередная гора мусора. Стеклянные бутылки, упаковки из-под продуктов, коробки и листья лежат большой кучей под лестницей надземного пешеходного моста. Дуновение ветра и мусор оказываются не только на близлежащих улицах, но и на проезжей части, создавая опасность для движения автомобильного транспорта. Пешеходы поясняют, на ближайшие десятки метров нет ни одной оборудованной урны, поэтому некоторые люди выкидывают мусор прямо на землю. Район очень грязный. Это ужас, конечно. Очень, почему-то, не знаю. Мы вроде и платим, и дворнику, и все. Очень грязный район, к сожалению. Конечно, хочется, чтобы был почище. Ну, чтобы убрали, чтобы убирали здесь, ну, хотя бы раз в месяц, хотя бы, не раз в полгода или не раз в год. Потому что я эти фотографии даже в интернет выкладывала, фотографировала. Ну, это же никому дела нет. Ну, может быть, найдется тот, кому будет дело. И мусор уберут. Мы обратились за комментариями в департамент административно-технического контроля администрации Симферополя, где нам пояснили, о проблеме на улице Белокуна услышали впервые, а уборка мусора на участке – обязанность одной из управляющих компаний. Ознакомившись с обстановкой, начальник департамента пообещал лично взять ситуацию под контроль и вернуть улице благоприятный вид в ближайшее время. По улице Белокуна 25-27 с октября месяца обслуживает управляющая компания общества с ограниченной ответственностью «Авинтин». Наши специалисты выходили, обследовали, выдали предписание, составили протокол. Что касается основных навалов мусора, сейчас разбираемся в принадлежности территории и информацию мы также передали в департамент городского хозяйства и МУП «Экоград». Территория будет убрана, взята на контроль. Уборка мусора на улицах Крымской столицы – задача, которую должны решать не только в администрации Симферополя. Власти призывают и самих жителей города лишний раз задуматься над тем, откуда берутся многочисленные упаковки и пакеты на тротуарах, дорогах и клумбах. Егор Зайцев, Борис Давидяк, Служба новостей и ТВ.